Когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей, дерзай, ибо это тебе сын. И когда оставляла ее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенани, сын болезни моей. Но отец его назвал Вениамином, сыном правой руки. Сыном счастья. И умерла Рахиль. И погребли ее на пути ипподрома Ефрафы, то есть Вифлеема. И поставил Иаков в столб на гробе ее. Это надгробный памятник Рахили даже до сегодня. Книга бытия. Бытия. 23 апреля 1907 года. Дряхлый, гремящий всеми винтами и гайками фаэтон, пара кляч в дышле. Из Иерусалима в Ефлеем едут четыре паломника из России. Иван Бунин с Верой Муромцевой, это их свадебное путешествие, и Шоры, Давид и Соломон, известный музыкант, и его отец, с большой сизой бородой, пожелавший перед смертью, поклониться святым местам. Это самый живописный из всех иудейских путей, пишет Бунин. Волнистый простор, подхватывает Вера Николаевна, залитый солнцем и замыкающийся на востоке горами. Овечьи отары с ветхозаветными пастухами придают этой местности живописный радостный вид. Шор отец рассказывает, что по всем этим скатам в древности цвели орошаемые каналами сады с огромными цистернами. А Ян, это Иван Алексеевич, вспоминает об опаленной солнцем девочке, ждавшей в винограднике возлюбленного. Цветы показались на земле, время пения настало, голос горлица слышится в нашей стране, встань, возлюбленная моя, выйдем в поле, как голос жениха Христа, обращенной к невесте церкви, понимала древняя церковь этот сладкий весенний зов. Так они не заметили, как добрались до Вифлеема и увидели на его въезде памятник той, чья история любви и вдохновляла Соломона, и Давида, и Моисея, и ради которой старик Шор оделся в торжественную черную тяжелую одежду, пошутив, что кровь его древняя, а потому никакой зной ему не опасен. Слушайте слово Господне народы и возвестите островам отдаленным и скажите, кто рассеял Израиля, тот и соберет его и будет охранять его, как пастырь стада свое. Ибо искупит Господь Иакова и избавит его от руки сильнейших его. Тогда возрадуются девицы в собрании юношей, и старцы возрадуются, и обращу плачь их на радость, и утешу их, и сделаю их веселыми. Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. Так говорит Господь. Да почит глаз твой от плача и очи твои от слез, ибо есть награда трудам твоим, говорит Господь, и возвратятся от земли вражеской, и есть надежды последним твоим, и возвратятся сыновья твои в пределы свои. Книга пророка Иеремии. Со дней Навуходоносора гонимый народ уповал на молитвы матери Израиля. Потомкам Рахиля колену Вениамина принадлежал и Иерусалим. Отчасти эти чаяния исполнились, когда закончился ракет. Вавилонский плен. А в начале 20 века стало понемногу обретать зримые черты и надежды на возрождение еврейского государства. Бунин описывает, как трогательный его пожилой спутник по-детски ладонью наружу закрывал глаза и тихо плакал, покачивая шляпой. Для христиан, как говорит апостол Матфей, это пророчество что сбылось, когда Ирод избил вифлеемских младенцев. От двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тут Евангелие подразумевает под пределами сыновей Рахиля уже не земное, а небесное царство, в которое вошли невинно убиенные дети. И на тайной вечере Господь утешает учеников теми же словами Иеремии. Истина, истина говорю вам. Вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль. Но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Евангелие от Иоанна. Надо сказать, что яркого впечатления могилы Рахилина москвичей не произвела. Гробница в виде домика невзрачного и внутри малоинтересного, вспоминал Давид Соломонович, не привлекала к себе. Правда, он был обижен. Сходя с корабля, Бунины подали свои паспорта вместе с шорами, с которыми только что сошлись, особенно полюбив доброго и мудрого старозаветного отца, а взамен получили розовые билеты, какие выдавались только евреям, как оказалось, не имевшим полной свободы передвижения. Вера Николаевна пишет, как они отправились потом к русскому консулу, надеясь, что он поможет нам выйти из анекдотического положения. Но этот высокий худой человек встретил нас очень сухо и отказался помочь. «Да и чем вы мне докажете, что вы не еврей?» – сказал он Яну. Видимо, Иван Алексеевич с его характером так бурно этим возмущался, что младший Шор запомнил его как несомненного антисемита. Он не знал тогда, что при нацистах, рискуя жизнью, Бунина будут прятать у себя дома евреев. И дулся всю дорогу, сидя с кучером, чтобы не видеть лиц своих спутников, не соответствовавших месту и времени. А зато со своих козел он первым увидел, каким великим прообразом послужили Яков и Рахиль. «Никогда не забуду. Далеко впереди шел старый араб в белом хитоне с посохом и медленно вел за собой маленького ослика, на котором сидела женщина с младенцем на руках. Святое семейство!» – невольно воскликнул я. В Вифлееме, в подземном пределе храма Рождества, блещет среди мраморного пола, неровного от времени, большая серебряная звезда. И вокруг нее крупные латинские литеры, твердая и краткая надпись «Здесь от Девы Марии родился Иисус Христос». В пределе, как и подобает пещере, бедно. Но огнями, серебром, самоцветами переливаются над звездою неугасимые лампады. Там, наверху, жаркое и веселое солнечное утро, пестрота и крик восточного базара. Здесь холод сумок, благоговейное молчание. Здесь от Девы Марии родился Иисус Христос. Иван Бунин История Иакова и Рахиля – это первая в Библии песня о любви. И о любви с первого взгляда. Когда Иаков увидел дочь брата матери своей, он в приливе сил и чувств отвалил огромный камень от колодца, чтобы напоить стадо ее отца, и поцеловал ее, и возвысил голос свой, и заплакал. Имя прекрасной пастушки значило «Овечка», а для Иакова оно звучало как «Душа». Семь лет он служил за нее, и они показались ему за несколько дней, говорит Моисей, потому что он любил ее. Но утром после брачного пира оказалось, что дядя ввел к нему свою старшую дочь Лию, оправдывая себя тем, что младшую не принято выдавать прежде. Через семь дней Иакову отдали и Рахиль, но с условием, что еще семь лет он будет за нее трудиться. Нельзя сравнивать, но получилось, что Вера Николаевна тоже стала как бы второй женой. Иван Алексеевич был женат. Требовать развода я не хотела, так как в те годы он был сопряжен с грязными подробностями. Кроме того, едва ли его жена взяла бы вину на себя. А если он возьмет, то сразу все равно нельзя было бы венчаться. И я не затрагивала с ним никогда этой темы. Когда близкие люди говорили мне, что я жертвую собой, решаясь жить с ним вне брака, я очень удивлялась. Я была в те годы далека от церкви, но я никогда не кощунствовала, а потому мне было бы тяжело к таинству брака отнестись формально. И я была рада, что судьба избавляла меня от того, во что я не верила. Вера Муромцева-Бунина. Беседы с памятью. Роман Буниных начался в прошлом ноябре на литературном вечере. Я услышала его хорошо поставленный голос, пишет Вера Николаевна. Читал он просто, но каждый стих вызывал картину. Он изменился, похудел, под глазами мешки. Видно было, что в Петербурге он вел действительно нездоровый образ жизни, да и в Москве не лучший. Я вспомнила, как впервые почти 10 лет назад увидела его в погожий июньский день около цветущего луга. Тогда под полями белой соломенной шляпы лицо его было свежо и здорово. Наговорившись и нахохотавшись, мы шумно поднялись и столовая опустела. Я остановилась в раздумье, не отправиться ли домой. Вдруг в дверях появился Бунин. Как вы сюда попали? Я рассердилась, но спокойно ответила, так же, как и вы. Но кто вы? Человек. Чем вы занимаетесь? Химией? Как ваша фамилия? Муромцева. Они нашли общего знакомого, разговорились. И Иван Алексеевич рассказал, что был в Одессе во время погрома. Тогда все это очень остро обсуждалось. А ее родного дядю Сергея Муромцева как раз только что избрали председателем Первой Государственной Думы. И вот в Хевроне им пришлось продолжить их первый разговор. Это дикое гнездо, пишет Бунин. Там одиноко стоит что-то вроде маленькой крепости, где почают Авраам и Сара. Прах равносвященный христианам, мусульманам и иудеям. Но мальчишки все-таки швыряют камнями в подходящих к нему поклонников. Не мусульманы травят их собаками. Один камень попал Вере Николаевне в поясницу. Старый шор грустно сказал, это несправедливо. В мире нет страны с более сложным и кровавым прошлым. Да замрет в иудее голос торжества и голос веселья, голос жениха и голос невесты. Да не останется камня на камне от великого, сто крат погибавшего в крови и пламени города мира. Ибо на долгий, долгий срок земля его, вся пропитанная кровью, должна была стать терным и волчцами. Жить обычной жизнью после всего того страшного, что совершилось над ней, иудея не могла. Долгий отдых нужен был ей. Пусть исчезнет с лица ее всякая память о прошлом. Пусть истлеют несметные кости, покроются маком могилы. Пусть подсчитана в тысячелетнем забвении, возвратится ко дням патриархов. И она возвратилась. Иван Бунин. Иудея. Изгоняя Адама из рая сладости, Господь сказал ему, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, терния и волчцы возрастит она тебе. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Последние слова Господь говорит и плачущий о детях своих Рахиле. Отец Ноя Ламех застал Адама, а когда умер сам Ной, исполнилось шестьдесят Аврааму. Так что Авраам хорошо знал, где находится земля, из которой был взят первый человек и где пределы возвращения его сынов. Поэтому, когда не стало Сары, он купил пещеру в Хевроне напротив той Дубравы, где он воздвиг жертвенник Богу и где удостоился видения Троицы. И там схоронил жену. И сам погребен был здесь. И Исаак с Ревекой, и Иаков с Лией. Рахил же умерла как раз на пути в Хеврон. Здесь был поставлен царем над всем Израилем Давид. И с возрождением царства, возвращением на лон Авраама, еврейский народ связывал свои мечты о том, что кончатся терния и снова потекут молоко и мед. Бунин же говорит, что речь идет в первую очередь о духовном возвращении отпавших детей Рахилем. Иудеи сказали Ему, «Теперь узнали мы, что бес в Тебе. Авраам умер, и пророки, а Ты говоришь, «Кто соблюдет Слово Мое, тот не вкусит смерти вовек». Неужели Ты больше Отца нашего Авраама, который умер, чем Ты Себя делаешь?» Иисус отвечал, «Если Я Сам Себя славлю, то слава Моя ничто. Меня прославляет Отец Мой, о Котором Вы говорите, что Он Бог Ваш. И Вы не познали Его, а Я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный Вам лжец. Авраам, Отец Ваш, рад был увидеть день Мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали Ему иудеи, «Тебе нет еще пятидесяти лет, и Ты видел Авраама». Иисус сказал им, «Аминь». «Аминь», — говорю Вам, «прежде, нежели был Авраам, Аз, есть мне». Евангелие от Иоанна. «На пути из Хеврона в темноте», пишет Иван Алексеевич. Вдали огни Иерусалима, часовня Рахили при дороге. Внутри висят фонарь, лампа и люстра с лампадками. Но горит, трещит только одна из них. Старик Шор зашел за большую гробницу, беленую мелом, прислонился к стене и начал, качаясь, молиться. «Это было необычайно, красиво и таинственно», вспоминал Шор младший. «Мы услышали крик странного человека, бегущего за экипажем. И оказалось, что это был синагогальный служка, который, узнав накануне о нашей поездке, хотел выказать внимание. Рано утром пошел к гробнице, но нас уже не застал. К вечеру он зажег лампады и свечи и ждал. Благодаря ему, хотя и со второй попытки, они по-настоящему поклонились Рахиле». Кончилось все, правда, не так романтично. «Наш извозчик», рассказывал Бунин, еврей из Америки, «когда мы вышли, услыхали крик в темноте возле нашей повозки. Он чуть не подрался с каким-то проезжим, дико ругался, не обращал ни малейшего внимания на гробницу своей проматери. Служка боялся возвращаться в Иерусалим один, попросил взять и его, но возница наотрез отказался, лошади устали. Тогда Давид Шор предложил, чтобы Фаэтон поехал медленно, а они со служкой пойдут рядом. Но Бунин сказал, что они измотаны и хотели бы оказаться в гостинице как можно скорее. Тогда Шор демонстративно вылез, а экипаж с его спутниками и отцом умчался прочь. Не зная местных условий, я ничего не боялся и бодро двинулся в путь. На полпути к Иерусалиму мы вдруг услыхали конский топот. Насторожившись, мы тихо подвигались вперед, а навстречу все ближе и ближе раздавался топот. Наконец мы поравнялись со всадниками. Два бедуина в полном вооружении внимательно нас осмотрели и поехали дальше. Мы благополучно дошли. Бунин впоследствии написал прекрасное стихотворение «Гробница Рахили» Давид Шор Двадцать лет Иаков прослужил пастухом у своего дяди Лавана, днем томясь от жары, ночью от стужи, а потом Господь повелел ему возвратиться домой. Тесть много раз его обманывал, не отпускал, поэтому, взяв жен и детей, он ушел, не прощаясь. Рахиль же, пока лаван-стрик-скот, украл и фигурки идолов, поэтому он стал преследовать их и, нагнав, учинил обыск. Но ничего не нашел. Рахиль положила кумиров под верблюжье седло и села на них, а когда отец попросил ее встать, сказала, что у нее обыкновенная женская. Позже, увидев, какие беды обрушились на его семью, из-за этих остатков язычества, Иаков отобрал у домашних всех чужих богов и закопал их, а родных призвал к очищению и покаянию. Как и Рахиль, Вера Николаевна до поездки на святую землю знала Бога, можно сказать, только со слов мужа. Но здесь, как и Ян, который говорил, что тут он чует Христа живым, каким он ходил по этой знойной земле, она впервые сама по-настоящему ощутила себя христианкой. И умерла, и схоронил Иаков ее в пути. И на гробнице нет ни имени, ни надписей, ни знаков. Ночной порой в ней светит слабый свет, и купол гроба, выбеленный мелом, таинственную бледностью одет. Я приближаюсь в сумраке несмело и с трепетом целую мел и пыль на этом камне выпуклом и белом сладчайшее из слов земных Рахиль. У Бунина есть один коротенький рассказ, который называется паломница на пароходе на пути из Палестины в Одессу. Среди палубных пассажиров множество русских мужиков и баб, и, как всегда, в числе их немало тяжко больных животом. Одну старушку схватила еще в Яфе. Жестокая халерина, все ждут, вот-вот умрет, ей было лет 80, не менее. Мала и слаба была она, как ребенок, смерти ждала даже с радостью, шутка ли, сподобится умереть тотчас после такого святого подвига. Но вот узнала, что будет брошено в море, если умрет в пути, и решительно отказалась умирать до прибытия в Одессу. Так всем и сказала, нет, подожду до Одессы. И так и сделала. Перекрестясь скончалась только тогда, когда услыхала, что входим уже в Одесский порт. В самом деле это все не выдумка. А то удивительное самообладание, благочестие, с которым умирали когда-то русские мужики и бабы. То спокойствие, с которым они делали на смертном адре свои последние распоряжения и высказывали уверенность в жизнь будущую. В четвертом году Бунин схоронил очень дорогого ему Чехова, в пятом маленького сына. В седьмом боялся потерять свое новое сокровище Веру Николаевну. И потому он так много размышляет в своих паломнических стихах о жизни и смерти, о любви. И потому, конечно, такой близкой стала ему Рахиль. В знак веры в жизнь вечную в воскресенье из мертвых клали на востоке в древности розу Иерихона в гроба, в могилы. Ибо он, этот волчец, воистину чудесен. Сорванный и унесенный странником за тысячи верст от своей родины, он годы может лежать сухим, серым, мертвым. Но, будучи положен в воду, начинает распускаться, давать мелкие листочки и розовый цвет. И бедное человеческое сердце радуется, утешается. Нет в мире смерти, нет гибели тому, что было, чем жил когда-то. Нет разлук и потерь, доколе жива моя душа, моя любовь, моя память. Так утешаюсь и я, воскрешая в себе те благословенные дни, когда в цвете сил и надежд рука об руку с той, кому Бог судил быть моей спутницей до гроба, совершал я свое первое дальнее странствие, брачное путешествие, бывшее вместе с тем и паломничеством во святую землю Господа нашего Иисуса Христа. В великом покое вековой тишины и забвения лежали перед нами ее плестины. Но была весна, и на всех путях наших весело и мирно цвели все те же анимоны и маки, что цвели и при Рахиле. Иван Алексеевич Булин Роза Иерихона Иерихона Роза Иерихон Иерихон Роза Иерихон Иерихона Субтитры создавал DimaTorzok